Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела ГИБДД МВД России Люберецкая, капитан полиции Евгений Валентинович Козлов. И пригласили мы его сюда, к нам в студию. Мы очень часто общаемся с нашими участниками дорожного движения и по ту, и по другую сторону. И сегодня мы поговорим о летнем, наверное, прежде всего, периоде. Почему? Потому что, во-первых, летом все люди немножечко расслабляются, как-то внимание угасает. И это касается и родителей, и детей, и просто водителей, которые принимают участие в дорожном движении. Но прежде всего мы знаем, Евгений Валентинович, что 3 июля 86 лет исполнилось ГИБДД. То есть через 4 года уже будет большой юбилей. Да. Как отмечают вообще этот праздник? Ну, белые рубашки, это я знаю. Белые рубашки, но на самом деле многие отмечают, конечно, на рабочем месте, на посту. Потому что ничего не отменяется, то есть не сокращается. Ничего, конечно, не отменяется, не сокращается. А вообще история возникновения ГИБДД, она, собственно, такая. В 1931 году был создан отдел ОРУД, отдел регулирования уличного движения. А госавтоинспекция ГИБДД была создана 3 июля 36-го года. Да, недавно, фактически, можно так сказать, по таким меркам, 36-й год. Да. И эти две структуры были объединены в одну только в 1961 году. ОРУД, соответственно, занимался регулированием уличного движения. То есть регулировщики отдельно? Регулировщики были отдельно, да. ГАИ в то время занималась, соответственно, выработкой технических норм эксплуатации автомобилей, учетом автомобилей, разработкой различных предложений по выставлению дорожных знаков, разметке и прочее. Да, скажем так, сопровождающие функции технические, транспортные. Ну, в общем, да. То есть просто регулировщики были выделены в отдельную структуру. Но нарушители штата тоже были, тоже, наверное, останавливали, штрафы были. Этим занималась ГИБДД, да. Просто вот функцию регулирования дорожного движения было отдельное ведомство. Сейчас объединены, с 1961 года. А правильно я понимаю, что сегодня каждый работник ГИБДД от самого, скажем так, низшего звена до самого высокого, в принципе, может регулировать движение легко? То есть это главное, что должен уметь, да? Умеет, да, более чем. Еще по поводу летнего этого юбилея, обычно в эти дни происходят, то есть полиция там получше относится как-то к тем, кто, может быть, какое-то мелкое нарушение совершил. А поздравления идут от водителей, вот если останавливают, например? Бывали такие случаи, что... Да, идут поздравления, люди поздравляют водителей. То есть все по-человечески? Мимо проходят, да, все по-человечески, поздравляют, желают хорошей службы. Ну, июль – это середина лета, и понятно, что для ГИБДД, как, собственно говоря, для любых отделов полиции, работы предостаточно все 12 месяцев. Но, тем не менее, сегодня хочется поговорить о летнем, так сказать, этапе, который, в общем-то, начинается... Еще совсем давно было такое понятие «подснежники», которые водители выезжали где-то там в конце февраля, в начале марта. Ну, все, от погоды зависело, да, и резко возрастало число водителей. И весенний-летний период, вот где-то примерно, наверное, с мая, май, июнь, да, июль – это вот самые такие активные месяцы. Мало того, сейчас, если раньше людям машины ставили, уезжали, например, куда-нибудь за границу или на море отдыхать, то сейчас, я так понимаю, число таких людей сократилось. То есть машин в городе много на сегодняшний день? – Количество машин в городе постоянно возрастает. Идет притяжение, опять же, к местам отдыха. Большое скопление, как машин... – К рудам едут. – К рудам, да. Паркам люди отдыхают. Большое скопление и машин, мотоциклов, велосипедов и так называемых средств индивидуальной мобильности. – Мы о них поговорим, это отдельная тема. – Обязательно, да, поговорим. То есть, да, машин много, транспорта много, ситуация тяжелая, работаем. – А вот как регулируется, например, если вы видите, что увеличивается число... Понятно, что сейчас есть камеры, об этом тоже мы частично поговорим, которые следят за движением, и вот этот человеческий фактор, да, пресловутый, он как бы в сторону отводится. Но все равно, если вы видите, что какое-то большое количество машин вдруг где-то скапливается, то необходимость в появлении живых регулировщиков, как мы говорим, или живых инспекторов ГАИ, она есть? То есть, дополнительный экипаж может куда-то выехать для регулировки? – Да, она есть, у нас есть дежурная часть, которая регулярно отслеживает ситуацию по безопасному региону, да. Соответственно, техника имеет смысл ломаться, светофор также может отключиться. Если у нас появляется такая какая-то информация, соответственно, он управляется экипаж, и на месте он уже организовывает дорожное движение. Также, если какие-то глобальные заторы, также выставляют сотрудники, и уже на месте работают, обеспечивают безопасное и беспребойное движение транспорта. – Вы будете удивлены, но сегодня, наверное, такой светофор попал, но все водители очень корректны, так что тоже научились. Раньше, я помню, вот каждый хочет заехать, а сейчас как-то ждут друг друга. Кстати, о совместном, все-таки все участники дорожного движения, как вы считаете, на сегодняшний день в основе своей водители, даже которые нарушили, ну, нарушили несерьезное, есть, скажем так, легкое какое-то нарушение, все-таки есть какое-то уважительное отношение друг к другу, да, я имею в виду инспекторы к водителям, водители к инспекторам, то есть налажен этот контакт на сегодняшний день? Мы не берем какие-то вопиющие сейчас? – Вопиющие, конечно, не берем, но в целом, да, оно есть. Если человек что-то нарушил, бывает неосознанно, что-то не увидел первый раз на дороге, что-то не понял, что-то не сильно нарушил, то и как бы осознал свое правонарушение, все признал, конечно, инспектор может ограничиться устным предупреждением, пожелают друг другу счастливого пути, хорошей службы, и вот скажем, как выехать, поедет. Устное замечание или предупреждение, оно куда-то заносится для отчетности? – Нет. – Или это нет? – Хорошо. Вот еще такой вопрос, возвращаясь уже к летней тематике, как вообще сейчас ситуация, ну, мы уже коснулись немного, я вот сегодня ехал вполне вот так нормально, бывают какие-то более загрузочные дни и так далее. Какова ситуация сейчас в плане ГИБДД в Люберецком городском округе? – Ситуация напряженная, машины действительно в каждом разу увеличиваются, дороги также, надо признать, строятся, но немножко они не успевают за растущим количеством транспорта, поэтому ситуация тяжелая. – Ну, все сложные места вы знаете? – Все сложные места мы знаем, соответственно, их мониторим, работаем, но они остаются, то есть чудо быть не может, если глобальный поток транспорта идет, то пробка, соответственно, она сохранится, как бы там не выставляли сотрудников, как бы они там не работали. – Так, так. Насколько сегодня нарушаются правила дорожного движения, вот я не зря говорил слово «вопиющее», да, когда мы понимаем, что скорость сегодня, скорее всего, отслеживают уже камеры, да? – Да. – То есть это с вас как бы немножечко так… Не то, что сняли, но сами водители реагируют на камеры, я обратил внимание, что уже и наши голосовые помощники нам активно в городском округе любятся сообщают о том, что камера, камера, камера. Вот. Если раньше, например, это в основном в Москве, да, происходило, то сейчас уже мы слышим это и здесь. То есть по скорости понятно. По другим нарушениям есть какие-то вопиющие нарушения правила дорожного движения или немножечко все, ну, как-то более-менее находятся в рамках правил? – Знаете, нарушения, и вопиющие в том числе, они были, и они, к сожалению, остаются. – Какие это нарушения? – Также остается нетрезвое вождение, да, оно, к сожалению, имеет факты быть. – То есть не снижается примерно на том же уровне, да? – Знаете, нет, да. Есть, опять же, сезонные всплески, но, опять же, места отдыха и так далее. Там люди, к сожалению, позволяют себе лишнего, да, шашлычок и прочее. – Ну да, кажется, что сколько тут до дома ехать. – Да, поэтому наряды приближены к местам, массового скопления граждан, также выходные, праздничные дни, усиленный режим работы, то есть работаем. Также очень важные нарушения, не настолько, конечно, вопиющие, но все равно, как не пропуск пешехода, на пешеходных переходах, регулируемых, нерегулируемых. Такое нарушение ведет, может привести к очень дороже-трастному происшествию с тяжестью последствий высокой. – Ну, вплоть до летальных, до летальных. – Вплоть, да, к сожалению, до летальных. Поэтому хотел бы обратить внимание водителей на это правонарушение, быть просто внимательнее. – Даже несмотря на, так называемые, извините, лежачих полицейских, которых очень много, и все равно умудряются наезжать на пешеходные переходы? – К сожалению, да. Также хотел бы обратить на правила перевозки детей. Дети – наши цветы жизни, поэтому их нужно беречь, я считаю. – Я думаю, все согласны. – Перевозите детишек правильно, а в специальных детских удерживающих устройствах берегите их. – Сейчас строго за этим следят? – Да, сейчас строго за этим следят. – Насколько я понимаю, как раз 3 июля на федеральном уровне, когда поздравляли всех, обсуждался серьезный вопрос о том, что хотят повысить штрафы за в том числе детское кресло и за непристегнутый ремень, чуть ли не до 5000 рублей. Вот как вы считаете, это действительно таких два момента, которые, ну, вот как мы с вашим начальником Илью Викторовичем Матамановым всегда говорим, что он выполняет всегда две, когда садится в машину, первые два движения – это, значит, ремень, а второе, значит, включает видеокамеру, ну, для того, чтобы следить. Вот как вы считаете, и детское кресло, и непристегнутый ремень действительно достойны более серьезного штрафа? – Знаете, я считаю, да. Это такие мелочи, которые совершенно несложно выполнить и соблюдать, но они имеют колоссальную важность. Как показывает практика при ДТП, соответственно, если ребенок неправильно перевозился, да, без отсутствия, точнее, с отсутствием кресла и так далее, последствия намного тяжелее. И если люди будут дисциплинированы в этом направлении, то безопасность дорожного движения у детей и взрослых пассажиров пристегнутых ремнем и водителей существенно повысится. Я считаю, что ее нужно повышать такими методами даже. – Ну, мы сейчас понимаем, что, конечно, в основном пристегивали впереди все уже более-менее пристегиваются, а вот сзади почему-то по-прежнему традиционно это мало кто делает. Почему? Потому что людям кажется, что сзади больше шансов выжить, если что, или просто не задумываются над этим. Ну, например, водитель должен сесть к всем пристегнуться, сзади, спереди. – Совершенно верно, и посмотреть, что все пристегнулись. Почему так люди делают, я, конечно, не знаю, но, возможно, то что… – Но штраф за это будет, если не пристегнуты сзади пассажира? – Да. – Вот это тоже немаловажный факт, потому что многие думают, главное, чтобы я был пристеган. Штраф – это одно, но тяжесть последствий, не дай бог, ДТП, она также очень сильно возрастает. Поэтому следует пристегиваться всем лицам, находящимся в автомобиле. – Хорошо. Еще такой один момент. По поводу всех понятно, что если мы возьмем Москву и Люберцы по уровню улиц, разворотов, возможностей, видимости всевозможных переходов, конечно, ситуация чуть похожа в каком смысле, ну, меньше город просто, да, и поэтому где-то видимость и так далее. Вот есть какие-то места в городе, которые, ну, приносят больше неприятностей с точки зрения дорожного движения, либо все как-то более-менее распределено, и все зависит только от человека. Знаете, какие есть так называемая, опять же, в кавычках, говорю, пьяная дорога, в которой постоянно происходят какие-то аварии и так далее, или где, не дай бог, какой-то переход, где больше, и, кстати, после этого там светофоры обычно ставятся в городах. Есть у нас такие места? Знаете, такого прям очагов, предочагов аварийности их нет. Единственное, хотел бы обратить внимание на то, что идет сейчас глобальная реконструкция Октябрьского проспекта. Соответственно, водителям, да и пешеходам следует быть внимательнее. Большие ремонтные работы, заужение проезжей части, изменение схемы организации дорожного движения, постоянное. И за знаками нужно специально посмотреть. Нужно смотреть за временной разметкой, все сейчас это на достойном уровне, все выставляют, все в наличии. Но, в общем, с этим нужно быть аккуратнее. И ситуация с дворовыми территориями, тоже нужно ее осветить, особенно в плане детей. Вот давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, у нас как раз будет сейчас детский блок такой, поговорим о дворовых территориях и поговорим о летом, дети летом, потому что все расслаблены. И там у нас еще тема самокатов, любимая сейчас многими. Актуальная. Да. Через некоторое время вернемся в студию. Напомню, что у нас в гостях заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая, капитан полиции Евгений Козлов. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Сегодня она посвящена дорожному движению, правилам дорожного движения, тем более, что летом эта тема по-своему обостряется, и поэтому у нас в гостях заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России Люберецкая, капитан полиции Евгений Валентинович Козлов. В первой части мы немножко оттолкнулись от того, что, напомню, 3 июля – это день ГИБДД, когда… Кстати, а какие-то корпоративы бывают по этому поводу? Ну, или как-то люди дома отмечают? Конечно, да. Может, какие-то премии дают? Бывают премии, да. Официальная часть поздравлений также бывает. То есть все красиво? Все красиво, да. Ну, и дома в узком семейном кругу жены, дети, конечно… Поздравляю. Поздравляю. Хорошо. Ну, вернемся, кстати, к детям, отчасти к женам и к отцам, потому что речь – это семья, и мы прекрасно понимаем, что вот мы говорили в первой части о детском травматизме, если неправильно кресло, или оно отсутствует и так далее. Давайте поговорим о детях еще с точки зрения правил дорожного движения. В чем сейчас глобальная проблема летом именно связана с детьми? Глобальная проблема лета – каникулы, у детей много свободного времени, родители на работе, погода прекрасная, соответственно, все дети все на улице. На улице на чем? С утра до вечера. С утра до вечера на велосипедах, самокатах, кто на чем. И как показывают… И просто бегают. И просто бегают, да, по дворам, да, везде. Вот последние два случая ДТП с детьми, оба на дворовой территории. Нужно признать, что вины водителей нет, то есть есть система безопасности. То есть они выполняли свои… Да, они ехали внутри дворовую территорию, снизили скорость, ехали очень медленно, 10 км в час. Есть система безопасный регион, которая позволяет полностью разобрать все эти ДТП. Ну, в общем, ситуации очень схожие. Двор, едет спокойно водитель, и летит ребенок на велосипеде. В одном месте он просто его не заметил в другую сторону, смотрел из-за поворота в него, въехал. То есть не автомобиль в ребенка, а ребенок на велосипеде в автомобиль. То есть он нарушил дорожное движение. Да, в другой ситуации он просто так несся, что, собственно, не успел остановиться, хотя машину и увидел заблаговременно. Вот, поэтому хотел бы обратить внимание как детей, так и родителей. Родители – это главный авторитет в жизни ребенка. Показайте, пожалуйста, своим примером о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Также такой момент, что на дорогах общего пользования велосипеде имеет право ездить лицо, которое достигло 14-летнего возраста. Родителям говоришь, а многие родители даже об этом просто не знают. Поэтому освежите, пожалуйста, правила дорожного движения. – То есть по дороге имеется в виду общего пользования, где уже есть серьезное автомобильное движение. – Где есть автомобильное движение, да. Имеет право ездить лицо, которое достигло… – Ну, грубо говоря, вот это Смирновский, если едет человек по правой, то с 14 лет только имеет. – Да, многие это просто не знают. Да и вообще детям очень полезно знать правила дорожного движения. Это может сохранить их здоровье, иногда и жизнь. – Ну да, потому что, к сожалению или к счастью, мы все участники этого процесса. И иногда для того, чтобы пойти и сбегай за хлебом, да, ребенку нужно все равно преодолеть какие-то переходы. Еще такой вопрос – это с точки зрения родителей. Но с точки зрения водителей, которые находятся не между городами, да, когда они едут там куда-нибудь либо отдыхать, ну, либо по работе, кто-то в Москву, кто-то из Москвы и так далее, или еще дальше, они прекрасно должны понимать, что все-таки… Просто я вижу иногда, что некоторые водители прямо по двору едут, в общем-то, со скоростью, ну, довольно приличные. Они не предполагают, что где-то из-за угла кто-то может выйти, то есть тоже немножко расслабляются, и такие есть просто. – Да, такие, к сожалению, есть, надо признать их меньше и меньше, но да, они есть. Соответственно, пропаганда безопасности оружия на это работают, до водителей все доводится, а если есть факты нарушения, да, какие-то фиксированные при проезде двора… – Ну, сколько должна быть скорость? Есть какая-то… – Внутри дворовая территория 20 км в час. – 20 км в час. Это даже многовато, наверное, мне кажется. Потому что 20 плюс 20 – это 40. – Мы так считаем сейчас. – 20 нужно считать. – 20 нужно считать. – Да, и это достаточно. – Еще такой вопрос, и коль мы касаемся детского, скажем так, вопроса, то, насколько я понимаю, вот придет осень, опять вы пойдете к детям, я имею в виду ваши коллеги. Вот что самое важное донести до детей? И как вот встречают, скажем, сотрудников ГИБДД дети? Потому что вроде как знаки висят, правила светофора… Я помню, даже когда-то клеил этот светофор на каких-то уроках, на кнопочки нажимал. А насколько сегодня они восприимчивы? Работают ли те пропаганда правильного выполнения правил дорожного движения? Какой-то отклик есть от детей, когда вы с ними общаетесь? – Да, отклик есть. Детям интересно. Создают вопросы. Активно участвуют в беседе. Также будут проводиться беседы с родителями на родительских собраниях. – Потому что родители должны тоже показывать. – Да, родители должны показывать. То есть, да, они должны, наверное, было бы правильно пройти путь от школы до дома и обратно, и показать на какие-то напряженные места своему ребенку, на что ему следует обратить внимание и так далее. Ну и еще раз повторюсь, личным примером показывать ребенку правила поведения. – Ну, особенно, наверное, не только на улице, но и за рулем. Потому что когда папа или мама резко начинают нарушать правила дорожного движения или как-то неправильно поступают, то у ребенка же это быстро считывается, быстрее, чем у кого-либо, да? – Да, то есть личный пример родителей, он неоценим. Неоценимый вклад оказывает в формирование правильного поведения ребенка как пешехода, водителя велосипеда и водителя автомобиля в будущем. – Ну вот мы чуть позже поговорим о социальных раундах и еще кое-какие темы поднимем, но сейчас, опять же, отталкиваясь от детей, хотя это не обязательно дети, но молодые люди, да, вот эти самокаты с велосипедом мы уже поняли. То есть на сегодняшний день, если мне 14 лет, я могу садиться на велосипед, ехать по дороге, но выполняя, опять же, правила. – Знаю, выполняя правила дорожного движения. – Как понимаешь, что означает рука влево, что означает рука вверх, я это знаю. И мы видим, что сегодня велосипедный подход у населения существует, существуют очень интересные маршруты и так далее, разрабатываются. А вот то, что касается этих замечательных самокатов. Вещь удобная, хоть и дорогая, на мой взгляд, но вещь удобная. Я часто вижу, как молодые ребята, юноши с девушкой, значит, вдвоем на этом самокате шуруют с бешеной скоростью, отчасти ничего не обращаемого внимания. Понятно, опять дети, потому что любой может человек взять самокат. И взрослые люди, и, кстати, тут тоже может быть вопрос нетрезвого состояния, мы это видим иногда на праздниках. Я понимаю, что на сегодняшний день нет никаких правовых норм, которые как-то регулируют эти самые самокаты. Правовые нормы, они находятся в стадии разработки, поэтому итоговых пока нет. Отдельная категория транспорта напряженная для нас. Скорости большие. Многие, опять же, не знают, что такое правила дорожного движения, и ведут себя на дороге так, как водители просто не ожидают от них поведения. Потому что водитель, будем считать, что знает правила дорожного движения, их соблюдает, и, соответственно, он ждет от других водителей, что они также соблюдают, включают поворотники, обозначаются, занимают правильное... За светофором смотрят. Да, за светофором смотрят, занимают правильное место там в ряду, направо-вправо, налево-влево и прочее, прочее. А водители самокатов, они просто этого не знают зачастую. Они даже не знают, что нельзя на самокате передвигаться по пешеходному переходу, надо спешиться, привезти его. В общем, да, многие нормы не знают, но это, конечно, не играет им на руку. С ними также случаются ДТП. Очень часто, кстати, люди гибнут даже уже до такого дошло, когда на такой скорости человек, идущий пешеход, сделал движение, он в него врезается, и все. – Когда разработают эти нормы, смогут ли сотрудники ГИБДД каким-то образом, будут же они гоняться за этими самокатами? Или просто уже человек будет понимать, что если он будет пойман, то у него будет серьезный штраф? – Я думаю, это зацисциплинирует водителей самокатов, ну и, соответственно, ГИБДД будет вести работу в этом направлении. – Ну, было даже, помните, разговор о том, чтобы велосипедистам права сделать. Я прекрасно, я сам велосипедист тоже, ну, не такой заядлый, но у меня бывают такие вылазки. Я вот стараюсь по правилам ездить, хотя скажу, конечно, иногда на велосипеде можно, ну, не как на мотоцикле, а можно как-то быстрее где-то объехать. Кстати, еще одна тема такая – мотоциклисты. Вот я обратил внимание, может быть, мне кажется, может быть, вы меня поправите, но, кажется, они немножечко стали более внимательными. Потому что я вот когда езжу, обычно раньше как было, вот он едет и все, а сейчас он смотрит и за тобой тоже, посмотрю ли я, значит, увижу ли я его в зеркало заднего вида. То есть мотоциклисты немножко дисциплинированнее стали или это ошибочно? Нет, по нашим наблюдениям и по статистике они, да, действительно стали дисциплинированнее, спокойнее, размереннее. Сознательность растет и это радует. Ну, а теперь о сознательности, о том, что эту сознательность помогает вырабатывать и ГИБДД. Есть так называемые социальные раунды. Вот, что это такое и какие сейчас социальные раунды идут? Сейчас идет активная подготовка к социальному раунду «Трезвый водитель». Он начнется с 11 июля, а будет проходить по 31 июля. Это социальный раунд в рамках региональной программы безопасности дорожного движения. Соответственно, цель этого раунда довести до водителей автомототранспортных средств, а недопустимости нахождения за рулем управления автомобилем в нетрезвом состоянии. То есть все будет, я так понимаю, усилено внимание к водителям в тот самый период, о котором вы говорите, в местах отдыха, в праздничные дни, в выходные дни. В целом, да. Потому что, например, как обычно у водителя, даже трезвого, у него всегда мысль, ага, пятница, суббота, сейчас будут ловить нетрезвых водителей, потому что это стопроцентное нарушение. А с другой стороны, если с правильным мы подумаем, ведь смысл идет о том, что если мы его не поймаем, то он может принести беду, причем настоящую. И это будет проходить по 31 июля. По 31 июля. И будет идти какая-то еще пропагандистская работа в этом. Да, безусловно. И мы сейчас с вами этим занимаемся. Да, но мы этим постоянно занимаемся. Но я так понимаю, что оно не то, что не снижается, а некоторых водителей мы все-таки, наверное, от этого дела смогли как-то заставить его не делать это. А некоторым водителям все-таки иногда бывает наплевать. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день же штраф-то серьезный? Да, совершенно верно. Штраф, лишение права управления, вплоть до уголовной ответственности за повторность или если произойдет какое-то дорожественное происшествие, в котором люди получат тяжкий вред здоровья. А если, например, не дай бог, этот оштрафованный водитель каким-то образом попробует опять поехать на этом автомобиле, что ему может грозить? Сразу же уголовное дело, да? Если он будучи лишенный, там административное дело производства. А если в очередной раз, то есть повторно он поедет в нетрезвом состоянии, то да, уголовное дело. И уголовное дело – это уже срок, да, какой-то может быть? Это на решение судей, в общем, да. Ну, я беру как бы саму глобальность. Да, да. Ну, мы видели, да, у нас есть ряд таких знаковых дел, когда гибнут люди просто из-за того, что кто-то выпил, что само по себе, конечно, звучит дико. Ну, мы двигаемся к финалу. Мы обсудили вот детский вопрос, к сожалению, вечный вопрос трезвого, нетрезвого водителя. Мы были обсудили вопрос внимательности на дорогах, но сейчас действительно многие отправятся, ну, попытаются уехать куда-то далеко. Вот как вы считаете, ну, каждый человек, он же особенный. Кто-то 10 часов может за рулем быть, кто-то 12 часов может быть за рулем, кто-то, наверное, какой-нибудь дальнобойщик, и все 20. Ну, мы берем среднестатистического, неопытного в длительных путешествиях человека. Вот нужно делать паузы между как-то останавливаться, ну, чтобы не приведи Господи, просто не заснуть за рулем. Да, конечно, нужно делать паузы, нужно понимать себя, не делать каких-то лишних подвигов, которые могут привести к неправимым последствиям. Если чувствуете какую-то усталость, ну, отдохните, выйдите, пройдитесь, выпейте кофе на заправке, поспите в конце концов. Ну, или вдвоем нужно ехать, соответственно, и меняться. Ну что, еще раз мы хотим в вашем лице поздравить всех вас, вас и ваших коллег с праздником, июльским праздником ГИБДД, пожелать вам как можно меньше неприятностей, в которых, к сожалению, участвуем и мы тоже в какой-то степени. И до следующих встреч. Я напомню, что у нас в гостях был заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России Либерецкая, капитан полиции Евгений Козлов. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пельненко. До свидания.